На Нежинском шоссе открыли четыре новых надземных перехода. И все бы хорошо бы, только лифт, который должен помогать перейти маломобильным гражданам или мамам с колясками, не работает. Оренбуржцы даже обращались с этой проблемой на прямую линию с Денисом Паслером. Однако пока им так и приходится скорее преодолевать препятствия, чем безопасно переходить дорогу. Вот так приходится подниматься по надземному переходу, так как лифты у нас не установлены, а дорожные перекрытия сделали. Спасибо всем за заботу. В ответ на жалобы жителей в Росавтодоре сообщили, что каждый лифт оборудован видеодомофоном. С помощью него можно связаться с диспетчером, который и откроет лифт. Жители также сообщали, что пользоваться оборудованием могут только маломобильные граждане. Однако губернатор Оренбургской области заявил, что такая возможность есть у всех жителей. Там же на месте подрядчику и проектанту, и эксплуатанту, кто будет эксплуатировать объект, задал вопрос. Только маломобильные граждане? Нет. Работает диспетчерская. Там есть видеосвязь. И, конечно же, люди с ограниченной возможностью, наши пожилые и ветераны, и, конечно же, мамы с коляской могут также на этом спокойненько лифте подниматься. Прямо сейчас на одном из надземных переходов на Нижинском шоссе ведутся пусконаладочные работы. Отметим, что сотрудники Росавтодора, которые присутствовали на месте ремонта, отказались давать комментарии. В Федеральном дорожном агентстве нам сообщили, что завершат работы до 25 августа. Помимо запуска лифтов, в ближайшее время установят пандусы.